Всем привет, друзья! И я хочу свой новый обзор посвятить новинке от компании E-Lite новой RGB-в лампочке с цоколем E27. Бренд E-Lite известен всем, кто следит за новинками умного дома Xiaomi. Эта компания делает множество различных осветительных приборов, которые совместимы с программой Mi Home, управляющей умным домом от Xiaomi. Это отличные люстры, которые в то же время являются Bluetooth-шлюзами, это лампочки, это светодиодные ленты, а также довольно широкий спектр продуктов, которые сам по себе являются осветительными приборами без всякой привязки к умному дома. Как вы уже помните, некоторое время назад было два аналогичных продукта. Это цветная лампочка и белая лампочка от компании E-Lite под цоколь E27. У меня есть и та, и другая лампочка, и также есть обе новинки, и сравнивать я буду как раз с первыми версиями этих лампочек. Что сразу скажу по техническим характеристикам. Эта лампочка немножко мощнее, здесь заявлено 10 Вт. Напомню, что первая версия лампочки имела мощность 9 Вт и светимость 600 люменов. Эта лампочка заявленная мощность 800 люменов. Так ли это на самом деле, мы сейчас с вами проверим. Давайте начнем сначала. Поставляется лампочка в такой вот цветной коробке. Чем они отличаются от первой версии? Первая версия лампочек были в белых коробках просто с такой черно-белой полиграфией. Здесь они уже решили сделать коробку в цвете. На задней стороне имеются технические характеристики, из которых я уже сказал 800 люмен светимость, 10 Вт мощность, диапазон световых температур в белом режиме от 1700 до 6500 Кельвина и работает через Wi-Fi 2,4 ГГц. Цоколь имеет Е27, стандартный цоколь. Наработка на отказ 25 тысяч часов заявлена. И работает под управлением приложения Mi Home, которое управляет системой умного дома Xiaomi. И также есть у нее свое собственное приложение, которое называется E-Lite. Лампочка в коробке грамотно упакована, по ней не болтается и доезжает совершенно целый. Корпус лампочки сделан из белого пластика, по которому сделано такое рамбическое рифление, что в общем-то красиво и нравится мне больше, чем вариант с первой лампочкой. В чем вы можете и сами убедиться, взглянув на это сравнительное фото. Верхняя часть лампочки прикрыта таким полупрозрачным пластиковым плафоном, который в свою очередь немножко больше и немножко шире, чем этот плафон у первой версии лампочки. После подачи питания лампочка переходит в режим яркого теплого света. И даже на глаз видно, что уровень свечения выше, чем у лампочки первой версии. Давайте проведем некоторые сравнительные тесты. В активном режиме, но при выключенных светодиодах, лампочка первой версии потребляет 1,2 ватта. В этом плане лампочка второй версии экономична и потребляет всего лишь 1 ватт электроэнергии. В режиме максимально яркого белого света, лампочка первой версии максимально потребляет 9,2 ватта. Вторая версия несколько мощнее и потребляет чуть более 10 ватт электроэнергии. а самое интересное это конечно замеры яркости при одних и тех же условиях замеры будут проводиться исключительно ради сравнения 1 2 версии лампочка первой версии выдает светимость 1265 люкс лампочка второй версии в 1523 люкс установка приложений если у вас уже установлена программа мехом то она сразу после включения обнаружит новое устройство это лампочку и light дальше вам следует идти по шагам мастера подключения выбрать вашу вай-фай сеть ввести пароль и буквально через полминуты лампочка появится в вашей системе плагин управления уже хорошо знакомый нам здесь имеется 6 основных кнопок режимов это включение выключение режим белого света где вы можете регулировать яркость и цветовую температуру в белом свечении есть режим цветного свечения где вы можете выбирать также яркость и тот цвет которым она будет светить режим flow поток вы выбираете скорость потока и лампочка будет светить меняя свой цвет с заданной скоростью также есть режим избранная в котором есть предустановленные сцены и режим snap там где вы камерой телефона пытаетесь словить какой-то такой цвет которым будет пытаться светить ваша лампочка меню избранная все уже привычные нам цветовые схемы ничего нового не добавилось это восход и закат время чая домашний режим время какого-то памятного вечера день рождения режим просмотра кино романтический ночной режим режим чтения режим flash на тифай когда лампочка три раза мерцает и режим горящий свечи что же касается и меню сценария никаких новинок здесь не появилось включение выключение выключение изменение яркости изменение световой температуры изменение цвета запуск избранных схем в принципе все те же точно такие же у нас действия для лампочки что и для первой версии ну и что в общем-то для остальных цветных светильников елайт родное приложение елайт тоже полностью может управлять этой лампочкой вы можете здесь точно так же запускать цветной режим режим избранная выбирать свою цветовую температуру объединять эту лампочку в группу с другими лампочками главное предназначение приложения елайт напомню это возможность включения режима управления по локальной сети именно этот режим включается только здесь и благодаря ему ваша лампочка может управляться сторонними альтернативными системами управления умным домом такими как домотикс после того как будет активирован режим управления по локальной сети вы сможете напрямую управлять этой лампочкой при помощи протокола мио через скрипты либо прямо через интерфейс системы например домотикс либо home assistance либо какой другой вы используете так выглядит работа лампочки в режиме белого свечения с разной цветовой температурой и яркостью это режим цветного света здесь изменение яркости и цвета свечения изменяются в руках это режим flow поток здесь вы выбираете четыре цвета из палитры которые будут плавно сменять друг друга и выбираете скорость смены этих цветов и так что же у нас получилось на выходе немножко красивее немножко больше и немножко мощнее делает не стал сильно сильно долго думать и просто сделал более мощную версию своей первой довольно удачных лампочек покупать ее или нет в принципе решать вам но я думаю что все-таки стоит покупать более новую версию если вы присматриваетесь к цветной лампочки для умного дома на там все если у вас еще остались вопросы по моему обзору задавайте их комментариях к этому видео если вы не хотите пропустить новое видео подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик сверху окна до свидания до новых встреч а